Приветствую вас. Смотрите, какая получается ситуация. С одной стороны, да, отношения на расстоянии, это такой тип отношений, который рано или поздно должен привести к переходу в реальную жизнь. И, к сожалению, не все люди готовы к этому. Это с одной стороны. С одной стороны, люди, когда сталкиваются с реальным опытом, зачастую испытывают страх, рабение, робость перед этим самым опытом. Не чувствуют себя уверенно и вообще, говоря, боятся. Вот. И, в общем-то, застревают в таком своего рода капкане, когда и не туда, то есть отношения прорвать полностью не получается, да, на расстоянии. И, перевести их в более, так сказать, близкое, ну, в более близкое русло не выходит тоже. Вот. Кстати, заикание достаточно успешно лечится психотерапией. Вот. Там же заикание, это про запрет говорить. Это про затыкание рта. Человек. Вот. И, с одной стороны, вроде как бы, да, отношения на расстоянии, это может длиться очень долго, они не, как бы, вы не переводите их в реальное русло, скорее всего, да, не ведут никуда. Может быть, мужчина решится, может быть, мужчина не решится. Ждать этого действительно можно очень долго и вы рискуете так ничего не дождаться. В этом плане вас достаточно легко понять. Но, с другой стороны, есть проблема того, что вы привязываетесь, и проблема привязывания, а также того, что вы хотели серьезных отношений в сети, то есть на сайте знакомств. Это уже ваша проблема. Чисто ваша. Только ваша. Потому что первое. Наличие привязывания означает, что у вас есть определенные желания и потребности, которые вы пытаетесь реализовать в отношениях с человеком. То есть привязывание означает, что вам чего-то не хватает, что вы не целостны. Если вы не просто что-то даете человеку в отношениях, но и хотите что-то получать. Желая же что-то получать, вы автоматически попадаете в зависимость. Ну, потому что, да, вам чего-то не хватает. Это с одной стороны. С другой стороны, идти в интернет на сайт, на сайт знакомств для серьезных отношений, ну, мягко говоря, специфичный выбор. Потому что на сайт знакомств для серьезных отношений люди не ищут. Серьезные отношения серьезные люди не ищут. Это значит, что у вас, скорее всего, был негативный опыт. В реальности. Либо есть какие-то проблемы в реальности. Значит, есть неверные представления о том, как выстраивать отношения с мужчинами. Потому что в общении и приобщении в сети нет главного. Общей деятельности. Которая позволяет увидеть, что за человек перед нами. Не по словам, а по действиям. Специфичные ситуации, конечно, есть, но в целом именно так. Следующий момент. Это что такое серьезные отношения и для чего они вам нужны. Чтобы вкладывать в понятие серьезные отношения. Ведь если у вас есть определенный эталон этих самых серьезных отношений, то не факт, что у мужчины есть свой эталон серьезных отношений. И абсолютно не факт, что это будет у вас совпадать. Поэтому здесь, конечно, сама идея серьезных отношений уже вызывает вопрос. А самое главное, наличие определенных трудностей при реализации. Потому что, извините, серьезные отношения понимаются всеми по-разному. И, извините, а что если серьезные отношения, так как вы их видите, невозможны с человеком. Да? Вот. Ну и, как бы, сам образ неких серьезных отношений уже порастает ожиданию. А в любых взаимодействиях с человеком какие-либо ожидания, ну, по большому счету мешает восприятие. Восприятие партнера мешает. Все больше у меня ожидания от тебя, тем меньше я на тебя обращаю внимание. Все больше руководствуюсь именно тем, что я хочу. И вот с этими противоречиями вашими нужно разобраться. И когда разберемся, кто знает, может быть, вы измените свое поведение с молодым человеком настолько, что ему станет легче с вами встретиться. Вполне возможно, что его отталкивает именно ваша серьезность. Так сказать, сына игры. Не чувствует он с вами легкости. Вы привлекательны. Вы ему нравитесь. Возможно, он хотел бы с вами что-то больше. Но легкость с вами не ощущает. Потому что он знает, с ней мы строим серьезные отношения. И даже если мужчина пришел на сайт знакомств для серьезных отношений, это абсолютно не означает, что он действительно этих самых серьезных отношений хочет. Ну вот я в вашем тексте уловил примерно такой момент, что раз мы познакомились на сайте знакомств для серьезных отношений, значит все, исходить нужно из этого. А то, что, может быть, он вас встретил и подумал, «О, нам не нравится. Но я не уверен, хочу ли я с ней серьезных отношений. И вообще, что такое серьезные отношения?» Мне, например, с ней хочется вот того-то, 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 того-то. Это никак не подпадает под определения серьезных отношений. Под моё же определение серьезных отношений. Но я хочу с ней этого. И если я с ней этого хочу, это что не серьезное? Поэтому здесь вот вы благодаря своим претворечиям несколько уменьшаете естественному течению отношений, естественному их развитию. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.